Друзья, всем привет. С вами я, Михаил Шилов. Сегодня в этом кто-то будет аудио подкаст на видео посмотрит, хотя это прямой сейчас идет эфир, но потом все это будет на моем канале на ютубе и обязательно будет на сервере аудиоподкаст. И это я хочу поговорить об одном произведении Герберта Уэллса, которое называется препарат под микроскоп. На самом деле я не о произведении хочу поговорить о таковом, а о некой фабуле. Чем я больше перечитываю произведений тех авторов, которыми я зачитывался в детстве, тем я больше понимаю, что эти люди были какими-то провидцами. Они смотрели далеко в перспективу и не только наши авторы, а иностранные авторы, английские, американские, французские. Все они смотрели в далекую-далекую перспективу и в ближнюю тоже. И в своих произведениях, в том числе, вот мы знаем в основном Герберта Уэллса, как того человека, который больше писал фантастику, но это мы по детству это помним, да? На самом деле у этого человека много новелл, много рассказов и в том числе, если брать ту же самую фантастику, то все равно мы видим, что он был во многом предвестником и предвитцем, вернее. Это тех изъявлений, которые произошли. Я не говорю про то, что говорят обычно про научных фантастов, что они предсказали появление того, что это все ерунда. Самое главное, что вот такая культурология данных произведений, она больше выражается в том, что они предвидели некие социальные проблемы. То есть они предвидели, как будет развиваться дальше общество. И все эти предвидения в основном, конечно, какого-то негативной направленности, что, собственно говоря, не проявляется. Сейчас, а может просто это было вообще всегда на самом деле. Просто по мере взросления человек начинает понимать вещи по-другому. И так как все идет по спирали, то он находит отражение тому, о чем думает, в том, что он знает, в том, что видит. Ну и, опять же, в том числе и в том, что знал и видел, когда был более молодым. Может быть и так. Но, скорее всего, все-таки нет. Люди культуры, такие как писатели, философы, они все-таки задумываются о перспективах развития общества. И в своих даже, ну, предположим, поведениях, которые для развлечения как бы пишутся, как бы, да, чтобы, значит, охватить наиболее широкий круг читателя, они все равно затрагивают очень серьезные проблемы. Даже часто, смотря детские мультики, понимаешь, что так как эти мультфильмы делают люди взрослые, то получается, что и мультфильмы-то не для детей, и мультфильмы для взрослых. Кто не верит, посмотрите, там такие мультфильмы, там, из серии 38 пугает, например, да? Ну, что-то типа так. Просто поймете, что юмор, который присутствует там, он более понятен даже взрослым, чем детям. Мы вернемся к Герберту Уэллсу, к произведению, которое называется «Препарат под микроскопом». Почему я про него решил? Ну, просто мне попалась в руки книжка Герберта Уэллса. Соборник рассказов. Попала она ко мне в руки совершенно случайно. Все эти рассказы читал в детстве, и большинство забыл. Некоторые мне из них вообще казались неинтересными. В то время мне казалось, что у него лишь интересная только фантастика. Ну, прочитал, условно говоря, ну, почти все. А книжка попала так. Дочка собирала макулатуру и просто попросила знакомых принести ей то, что они считают макулатурой. И, как это ни странно, принесли большое количество книг. А среди них попалась книга «Сборник рассказов Герберта Уэллса». А именно рассказов. Там фантастики никакой практически нет. А учитывая то, что Герберт Уэллсон по образованию все-таки биолог был, да, ну, изначально, у него очень много рассказов о раннем юге творчества. Это один из первых изданных его рассказов вообще. А именно про биологию, как бы, как бы затрагивать. Но на самом деле этот рассказ, он чисто развлечает социальную проблему. И фабула рассказа такова, что вот живет молодой человек, который попал в колледж, если скажем так, в высшее учебное санзаведение по тем самим меркам, на государственную стипендию из довольно невысоких слоев общества. Ну, как это называется. То есть он, в принципе, действительно способный молодой человек, который сумел получить в Англии в то время государственную стипендию. Конечно, для него это единственный способ, единственный ответ в существовании вообще. А учится он с разными людьми молодыми, которые, не за эстократическими семьями в том числе, ну, была такая ситуация, да. Вот. И он хочет быть первым. Он хорошо выступает на студенческих каких-то дисках, дискуссионных в кружке. Одно, другое, пятое, десятое. У него есть некий конкурент, который из высшего света. И все ничего, они нормально конкурируют, вполне себе санцивилизованно, до той поры пока не вступают в тот период, когда им начинает нравиться одна девушка. И здесь вот начинает проявляться то, что люди с высшим воспитанием, с более хорошим, оказываются гораздо более, или оказываются менее воспитанными в этических каких-то чертах. Несмотря на то, что молодой человек считает себя, скажем так, атеистом, это вот главный герой, но его воспитание, его мораль оказывается на два порядка выше, чем у образцового христианина, человека, воспитанного в высшем свете. В конечном итоге это проявляется в такой форме, что сдавая экзамен, там дано задание было посмотреть на препарат, его ни в коем случае нельзя двигать. Ни в коем случае. Потому что если посмотреть его вот так, как он виден, то там определить, что на препарате, довольно сложно. Для этого нужны специальные сознания и некоторые тонкости. Но если его подвинуть, то то, что находится вокруг него, ну то есть это на самом деле ботанический препарат, там можно будет увидеть, предположим, критикальные слои того растения, которые там находятся в препарате. А он такой аутентичный, такой спатогномоничный, что там определить можно будет очень легко, что это такое. Поэтому препарат нельзя подвинуть. Ни в коем случае. И получается так, что молодой человек садится посмотреть на препарат, а он очень хорошо понимает первые места, и конкурируют они вот с этим в основном, с парнем из высшего света. Садится, наводит зеркало на препарат, чтобы лучше видеть, и чисто машинально поправляет стеклышко. Машинально. У него никакого умысла не было. Это чисто машинальное было действие. И он, конечно, увидел все, что должен был увидеть, и спохватился в ту же долю секунды, что препарат нельзя было с ним двигать. Он знал точно 100%, что никто не заметил его действия. Никто. Это не саглядотай, который там сидел, сангепрепаратор, ни его сокурсники. Никто этого не видел. И он умолчал, хотя уже тогда у него очень сильно резанула совесть, что так поступать было нехорошо, и он хотел сознаться в тот же самый миг. Но просто испугался в тот самый момент, что его просто выгодят с экзамена, и тогда все. А для него любой сангепрепарат экзамена – это все. Это лишение со стипендией. Он мог, конечно, просто в том месте, где надо было записать, что это за препарат, оставить просто пробел. Ну, то есть, что типа он не смог догадаться, что это не такое. Но вот здесь уже сыграла его гордыня. Он знал, что для того, чтобы победить своего оппонента, в кавычках, скажем так, он должен в этот препарат угадать, потому что они шли в назрю, и разница у них была в один балл. Причем побеждал вот тот другой товарищ. Вот. Ну и вот заканчивается тем, что он долгое время мучится с ангесодейным, а мучается потому, что ему хочется на самом деле побеждать, а по-настоящему. Что он хочет в глазах этой девушки иметь заслуженное уважение. А так как он действительно победил, у него высший балл был по экзаменам, это признали все, все восхищались им. И он понимал, что не заслуживает восхищения этого. Его просто это убивало. А девушка очень интеллигентная тоже была, из высшего света, но они вот общались, обменивались книгами. И знаете, что поражает? Как они общаются? Это просто, понимаете, сейчас молодежь общаться так не в состоянии. Они ведь говорят на абстрактные темы. На абстрактные темы они могут обсуждать какую-то книгу, они могут обсуждать какие-нибудь общественно-политические моменты, разговаривают наличные философские темы. И это не мешает им абсолютно сдвигаться в своих личных отношениях. Он остается с вами ближе, а наоборот даже помогает. Даже очень помогает. И получается вот такая самая ситуация, что он просто идет и рассказывает экзаменатору, что вот он таким образом поступил. И экзаменатор остается механистически точен, но он аннулирует результаты. Экзамена парень смешает стипендии. Хотя экзаменатор и восхищен отвагой, мужеством, честью, достойством этого парня. Но он все равно, он говорит, я машина. Машина есть, он не машина, и ничего не сделаешь. Вот. И получается так, что честь оказывается превыше всего. Вы понимаете? Суть вот в чем. В чем, собственно говоря, можно посмотреть на иммораль. Кто-то просто посчитает, что это рассказ с каким-то не очень хорошим, концом, и абсолютное большинство современной, ну, молодежи, и вообще людей, они просто посчитают, что парнишка-то дурачок. Ну, не видел никто, ничего страшного не случилось, он же действительно на самом деле умный. Ну, посмотрел, не посмотрел, ну, был бы вторым, но он бы все равно экзамен сдал и стипендию-то получил. Но для него это было невыносимо для самого. Понимаете? То есть эстетика, культура воспитания, даже людей из так называемого низшего света оказалась очень высокой. Интересно еще то, что, оказывается, препарат-то тот другой тоже посмотрел. И, возможно, не один он его посмотрел. Все, но никто не сознался. А тот другой-то посмотрел его на 100%. Понимаете? Вот как интересно. И сознался только этот один, главный герой, который был из низшего света, он был один такой в этом классе. Он был лучше всех по определению, и он оказался лучше всех. Из-за того, что он лучше всех, он пострадал. Эта фабула, она через всю жизнь проходит, через все года, что лучшим всегда намного сложнее. Лучшие становятся изгоями. А тот, у кого такая самая мораль, но я не буду говорить, там, ну, крестьянская или какая-нибудь иная, то есть люди, которые, в принципе, должны руководствоваться высшими идеалами веры, не создаются это. Более того, они считают, что, собственно говоря, это оправданно, потому что если кто-то совершил такое деяние, то, в принципе, достаточно, наверное, покаяния, внутреннего покаяния, а еще лучше, да, внешнего, то есть в виде определенного ритуала, исповеди или что-то еще, и все-таки это проходит. А вот человек, который в данном рассказе, значит, это ист, у него нет того, кто просит ему все это. Нет. Он только сам себя простить может. И простить он может себя только в том случае, если станет абсолютно честным. То есть оправдания поступку его не будет, но он хотя бы будет чистым и перед собой, что он не обманул, что он исправил свой обман. И он готов за это понести наказание. И он его несет. Понимаете, в чем интересно? Вот тут и возникает некая, сангидуальность, что по-настоящему хорошо воспитанный человек, будь он атеист или религиозный, ну, вот атеист даже, или сомневерующий, например, человек, он может оказаться, да и не может, а оказывается, наверное, более высоко, над ответственным за деяния свои. Потому что он не считает, что человек изначально грешен, и что он подвержен всем грехам. Он может только лишь сам себя простить. Сам себя. Если у него есть совесть, есть определенная мораль и честь, они не дадут ему совершить какой-то поступок, потому что он тогда не будет находиться в согласии с самим собой. У людей же, верующих, есть боги, которые им все прощают. Если хорошо попросить. По крайней мере, они так это считают. Получается вот такая дуальная ситуация. Вовсе она не говорит о том, что вера – это лоха. Нет, это хорошо. Потому что самые главные аспекты веры, заповеди, смертные грехи, они говорят, они, в принципе, говорят о том, что нужно делать и что не делать, являются неким догматом, и спорить с ними сложно. Но эти императивы, они вовсе не обязательно являются следствием веры как таковой. Они оказываются вполне себе и применимы к жизни просто хорошо воспитанных людей. Они тоже знают изначально, с самого своего детства, что такое хорошо и что такое плохо. Потому что это является элементом воспитания. и как разрушение. Поэтому из этой книги тут интересных два момента было. О том, три я для себя. Как развивается общество, что оно, в принципе, в том плане, что оно деградировало, что современные люди не в состоянии общаться друг с другом, с большинством своем, на подвлеченные темы. То есть, если даже и люди не говорят на какие-то абстрактные темы, не касающиеся их жизни, вот прямо непосредственно, вот как таковой, то они просто в войне и это даже на этом незакончивание со всеми людьми. Все. Все.